Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 30 апреля. Немного не верится, что это последний апрельский день. Впереди Первомай. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Надо вспомнить, что с легкой руки журналистов реформу ТКО назвали мусорной реформой. Так, для простоты понимания говорили и мы. А в региональном правительстве нас одергивали, мол, все-таки справедливо эту реформу называть реформой чистоты. Потому что минимальные негативные воздействия на окружающую среду – вот ее конечная цель. Так как же ульяновская реформа чистоты была представлена в Москве? О чем рассказывали? Что полезно было узнать другим регионам? Начнем все по порядку. На территории Ульяновской области пять региональных операторов, которые работают с ТКО. Горкомхоз первым в регионе начал применять современную европейскую систему оздоровления окружающей среды под названием Zero West. Слово Zero всем понятно. Это ноль. То есть ноль отходов. Ноль вреда для природы. Представьте такую картину. Ежедневно на мусоросортировочный комплекс выстраивается вереница огромных мусоровозов. Один только горкомхоз обслуживает 9,5 тысяч мусорных контейнеров Ленинского и Засвияжского района Ульяновска. На входе грузовики, а на выходе ноль. Нет отходов. Они все перерабатываются. Вместо отходов здесь получают технический грунт, который оказывается безвредным для окружающей среды. Как такое может быть? Спросила я Дмитрия Фатьянова, исполняющего обязанности директора горкомхоза. Признайтесь, пытала я его. Что вы делаете с мусором? Дмитрий Фатьянов рассказал. Региональный оператор горкомхоз, как и оператор, работающий в зоне деятельности, мы всегда стремились к внедрению наиболее передовых и современных технологий. Принял за основу движения направление Zero West. Zero West – это набор принципов, направленных на сведение к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и вещей. То есть целью Zero West является прекращение отправки любого мусора на свалки, полигоны, мусоросжигательные комплексы. В соответствии с тем же, что федеральным законом 89 ФЗ об отходах к производству и потреблению, направлением государственной политики области обращения с отходами определен приоритет в утилизации и обработке отходов перед их размещением. В связи с этим нами было принято решение минимизировать захоронение вплоть до нулевых показателей. Одним из основных мероприятий по реализации принятой стратегии явилась как раз разработка проекта по обработке ТКО для последующей утилизации с получением технического грунта. Реализуемый в настоящее время проект позволяет утилизировать ТКО в готовый продукт и является наиболее соответствующим целям национального проекта «Экология», а также государственной программой охраны окружающей среды в часть увеличения доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации. И в связи с тем, что 35% образующихся ТКО твердых коммунальных отходов в Ульяновской области приходится на долю оригинального оператора номер один, вот у нас горкомхоз, который уже сегодня обеспечит обработку и утилизацию 100% поступающих отходов. В связи с этим в Ульяновской области идет с опережением графика по достижению целевых показателей федерального проекта комплексной системы обращения с ТКО у нас проект «Экология». Какая польза, выгода, преимущества в настоящем или будущем времени ожидается от проекта для жителей Ульяновской области? Здесь следует отметить, что первое и основное преимущество для жителей региона это реализация их права на благоприятную окружающую среду. Мероприятие предусмотрено проектом, обеспечивая компостирование отходов с проведением ряда технических мероприятий, в том числе выращение и внесение биологических добавок для ускорения процесса компостирования. Процессы разложения отходов, снижения их класса опасности для человека и окружающей среды происходят практически безвредно. Срок приблизительно 2,5 месяца. Тогда как при классическом захоронении эти процессы длятся до 30 лет с образованием вредных фильтратов и свалочных газов. Реализация проекта в конечном итоге может способствовать корректировке тарифа на обращение с отходами для населения за счет отсутствия необходимости по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также возможно привлечение средств, выплачиваемых производителями и импортерами товаров, в качестве выполнениями обязанности по утилизации товаров и соответствующей тары. Ну и кроме того, производство технического грунта позволяет проводить рекульсивацию нарушенных земель, не привлекая на эти мероприятия серьезные бюджетные вложения, которые в свою очередь могут быть направлены на решение других насущных проблем населения. А технический грунт, это что такое? Технический грунт, это как раз то инертное вещество, которое пригодное для рекультивации карьеров, получаемое из так называемых хвостов, которые попадают с мусоро-сортировочного завода, комплекса, и путем добавления биологических добавок и песка как раз получается технический грунт. А что такое хвосты? Хвосты, это то, что не было сортировано на мусоро-сортировочном комплексе и подлежит захоронению и утилизации. Какие именно отходы поступают на производство технического грунта? И попадает ли туда неликвидный пластик в составе тех самых хвостов, о которых мы с вами сейчас говорили? Да, конечно. В зоне деятельности оригинального оператора Горкомхоз все отходы, поступающие с контейнеров для КО, подчеркиваю, именно все отходы, проходят обработку на мусоро-сортировочном комплексе. Там из них отбираются все фракции, возможные к увеличению во вторичный оборот. То есть на компостирование отходы поступают только после обработки. Ну и задача оригинального оператора это ежегодно увеличивать процент отбора. Основной объем отходов, направляемых на компостирование, это отсев от сортировки, то есть органические пищевые отходы, растительные отходы, крупногабаритные древесные материалы, подлежащие переработке путем компостирования. Ну, например, подоны для транспортировки товаров. По технологии производства технического грунта в него впадает некоторая часть пластиков. Но при этом лаборадорные исследования показали, что их наличие не оказывает существенного влияния на качество. В технологию компостирования входит в том числе дробление, внесение биологических добавок, ускоряющих переработку, а также временной период, позволяющий довести коммунальные отходы до стабильного состояния, не представляющих угрозу для окружающей среды человека. Подобные технологии давно и с успехом реализуются в странах Европейского Союза, Финляндия, Латвия, Швеция и многие другие страны. Полученный материал активно используется в этих странах для цели строительства и рекультивации, обеспечивая экономию почвы и полезных ископаемых. Вот по поводу биологических добавок, за счет которых мусор созревает быстрее, вы назвали просто потрясающую цифру, за два с половиной месяца уже технический грунт готов вместо 30 лет, как это было раньше. Откуда вы берете эти биологические добавки, такие нужные для того, чтобы мусор быстрее созрел? Разработчик – это город Пермь, их институт, то есть на основе этого как раз мы с ними связывались, разработанность биологические добавки, и деньги, разумеется, за счет собственных средств приобретаются. То есть вы идете на лишние траты ради вот такого нужного результата? Ну, они в том числе и экономию приносят. То есть пересыпка полигона, она необходима, технический грунт впоследствии, возможно, будет продавать. Ну, то есть вот для быстрого получения технического грунта главное нужны биологические добавки, а какое-то дополнительное оборудование для этого нужно? Отходы, ну, так называемые хвосты, они обязательно должны быть раздроблены, то есть есть специальная дробилка, которая сочетает действие добавления песка и добавления биологических добавок, вот оставляющиеся на технический грунт. Дайте такую краткую характеристику вашего предприятия, ну, скажем так, материально-технической базы. Сколько вы обслуживаете контейнеров для мусора, сколько у вас спецтранспорта, мусоросортировочные комплексы, сколько там людей работают, вот об этом расскажите. По оригинальному оператору, по нам скажу, что свою деятельность мы начали 1 января 2019 года, обслуживаем два района города, это Ленинский район и Ближний Свияжий. Также в зону деятельности входит 9 районов области. Техника используется передовая, это машина в Скани с установками Золер. Также существует в нашем техническом парке машина, которая, помимо того, что забирает отходы, она же еще и моет контейнеры. Сейчас мы как раз активно к весенним праздникам моем контейнерный парк. Контейнеров по городу области расставлено свыше 9,5 тысяч. Активно последние два года устанавливаем сетчатые контейнеры для сбора пластика. На сегодняшний день их уже установлено количество 300 штук по городу. Количество будет расти. То есть устанавливаем и на контейнерной площадке, рядом с какими-то магазинами, внутри жилого фонда планируем. То есть мы также сейчас стараемся идти по пути раздельного сбора отходов. Практикуем различные пилотные проекты и доводим эту информацию до жителей нашего региона. А мусоросортировочный комплекс у вас один? Сортировочный комплекс один. Недостатков в рабочих кадрах нет, которые работают там? На сегодняшний день штат полностью комплектован. Вот он секрет ульяновского опыта комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами, о чем нам рассказал Дмитрий Фатьянов, исполняющий обязанности директора горкомхоза. Это тщательный отбор мусора, компостирование отходов, вырошение, внесение биодобавок, в результате чего технический грунт готов к применению уже через два месяца, вместо 30 лет, как если бы он, как раньше, находился на полигоне ТКО. Горкомхоз и средств собственной прибыли закупают биодобавки, надо полагать, в больших объемах. Это выгодно, заверил меня Дмитрий Фатьянов. Выгодно, если с умом подойти. И региональный бюджет сэкономит средства на рекультивацию отработанных карьеров, и для населения произойдет снижение тарифов за вывоз ТКО, так как уменьшатся негативные воздействия на окружающую среду. И производителей товаров, которые в качестве тары используют пластиковую посуду, тоже можно обязать выделять средства на утилизацию их вредной для экологии упаковки. Пока лишь один региональный оператор работает так, как этого требует национальный проект «Экология». На очереди остальные четыре региональных оператора. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Ульяновская область получила первую партию новой вакцины «Кови-Вак». Теперь жители задаются вопросом, а что выбрать? Спутник Ви, который у всех на слуху, или новую вакцину? Мой коллега Алексей Сорокин узнал, чем отличаются между собой эти медицинские препараты и как вакцинация помогает победить пандемию. В регион было передано более полутора тысяч доз вакцины «Кови-Вак», которая разработана научным центром имени Чумакова Российской Академии Наук. Этот вид вакцины содержит обезвреженный цельный коронавирус, а вакцинация проводится в два этапа с интервалом в две недели. Цельноверённые вакцины используются уже много десятилетий в силу своей высокой эффективности – до 85%. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующий инфекционным отделением номер 2 Центральной городской клинической больницы Валерий Речник, серьёзных нежелательных явлений после вакцинации не выявлено. Если посмотреть динамику заболеваемости за апрель этого года, то она примерно держится в Ульяновской области на одном уровне. Пока чёткой стойкой тенденции к снижению заболеваемости, к сожалению, нет. На одном уровне примерно сохраняется количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации по поводу новой коронавирусной инфекции. А есть ли заслуга в снижении заболеваемости в вакцинации? Вакцинация началась не так давно и, к сожалению, пока проходит не так быстро, как, может быть, нам бы всем хотелось. Поэтому я думаю, что эффект от неё мы увидим несколько позже, когда уже накопится достаточно большое количество людей, прошедших вакцинацию, и сформируется так называемый коллективный иммунитет, который будет защищать всех нас от распространения инфекции. Поэтому пока, наверное, преждевременно говорить о влиянии вакцинации на заболеваемость коронавирусом. В регион недавно поступила первая партия новой вакцины Кови-Вак. В чём её отличие от спутника ВИ? Да, действительно, в регионе сейчас доступно две вакцины. Первой появилась в спутнике ВИ. Сейчас была поставка второй вакцины Кови-Вак. Эта вакцина была последней зарегистрирована на территории Российской Федерации. Нельзя говорить о том, что одна вакцина какая-то лучше или хуже, чем другая. Они имеют свои особенности. Если мы говорим про спутник ВИ, то преимуществом данной вакцины является то, что ею можно прививать всех людей старше 18 лет. То есть она пригодна даже для людей старше 60-65 лет и показывает достаточно высокую эффективность. Эффективность её составляет 92%. В то время как вакцина Кови-Вак предназначена пока для вакцинации людей только в возрасте от 18 до 60 лет. То есть более старшее поколение, к сожалению, пока не может применять данную вакцину, поскольку не накоплено достаточно знаний о том, насколько хорошо она действует у лиц пожилого возраста. Но при этом иногда она может применяться у лиц, имеющих достаточно тяжелые сопутствующие заболевания, определенные аутоиммунные заболевания, онкозаболевания. И поэтому, возможно, есть контингент людей, которым она подойдет лучше, чем спутник ВИ. Давайте поговорим теперь о составе этих двух вакцин. А чем принципиально отличается состав Кови-Вак? Если мы говорим о Кови-Вак, то эта вакцина представляет собой инактивированный, то есть убитый вирус. Он уже не способен вызвать заболевание, но тем не менее он в полном составе попадает в организм, и поэтому более полно имитирует процесс знакомства и взаимодействия организма с вирусом. Если мы говорим о вакцине спутник ВИ, то она представляет собой гены С-белка. Это белок, который находится на вирусе и способствует проникновению вируса в клетку. И вот этот белок доставляется с помощью специальных аденовирусов, которые не заразны для человека и не опасны для человека. Но они доставляют вот этот белок, который формирует у нас иммунитет к коронавирусу. А где проводится вакцинация? Насколько я слышал, привиться можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, даже в многофункциональных центрах, и на почте тоже. Да, сейчас пункты вакцинации развернуты во всех поликлиниках города, плюс вакцинацию можно пройти в клинике РЖД. Также пункты вакцинации открыты в торговом центре «Вертикаль», «Пушкаревское кольцо», на главпочтанке, на улице Гончарова, а также в МФЦ в районе промышленного рынка. Во всех этих местах можно выбрать «Спутник Ви» или «Кови-Вак», верно? Да, совершенно верно. Но определять, какая именно вакцина подойдет лучше в вашем конкретном случае, конечно, будет доктор. А нужна ли особая подготовка к вакцинации? К счастью, вакцинация от коронавируса ничем не отличается от вакцинации от других инфекций. И какой-то специализированной подготовки она не требует. Рекомендуется, конечно, не употреблять алкоголь, поскольку это может повлиять на формирование в дальнейшем иммунитета в ответ на вакцинацию. Но в целом у вас должен быть обычный ваш распорядок дня без каких-то особенностей. А как следует вести себя после прививки? После прививки также не рекомендуется употреблять алкоголь или хотя бы значительно ограничить его употребление, потому что, как я сказала ранее, это может повлиять на формирование иммунитета. Нежелательно в первые дни чрезмерные физические нагрузки, что тоже может повлиять на выработку защиты. Не рекомендуется мочить или тереть место инъекции в течение двух-трех дней. Нежелательно также подвергаться сильным переохлаждениям или перегреву. А также избегайте тех продуктов, на которые у вас ранее отмечалась аллергическая реакция, потому что при сочетании с вакцинацией, конечно, они могут спровоцировать восстановление аллергии. А прививались ли вы сами члены вашей семьи? Члены моей семьи прививались. Все, у кого не было антител, кто не болел ранее коронавирусом, все обязательно прошли вакцинацию одними из первых. Я лично не прививалась, поскольку еще в прошлом году перенесла коронавирусную инфекцию, у меня сохранился высокий защитный титр антител. Ну и напоследок давайте обратимся к населению по поводу вакцинации. Я бы хотела всех призвать как можно быстрее пройти вакцинацию, потому что процедура эта абсолютно безопасная по опыту и своих коллег, и своих родственников. И также по данным литературы серьезных нежелательных явлений, к счастью, вакцинация не вызывает, но формирует достаточно стойкий и хороший иммунитет. Причем иммунитет появляется уже через 14 дней после проведения вакцинации, особенно если это вакцина Ковивак. И через 21 день после вакцинации спутником ВИТО. То есть достаточно быстро формируется защита, которая предохранит не только вас от заболеваний коронавирусной инфекцией, но и также позволит вам не быть источником данной инфекции для ваших близких и родных. Поэтому обязательно пройдите вакцинацию в любом удобном для вас пункте вакцинации. Выслушали интервью главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующий инфекционным отделением номер 2 Центральной городской клинической больницы Валерий Речник. У микрофона Алексей Сорокин. Я продолжаю утреннюю программу. В преддверии Дня Победы Общероссийский Народный Фронт в Ульяновской области предлагает жителям региона вспомнить поименно героев Советского Союза, наших земляков. Подвигами этих людей мы гордимся. Благодаря им была одержана победа. Мы хотим обратить внимание, в первую очередь подрастающего поколения, на то, что у нас немало героев, на которых можно и нужно равняться. И сегодня особенно важно понимать, что без знания истории, своих корней, героев невозможно построить будущее. Они сражались за Родину. Иван Семенович Полбин родился 27 января 1905 года в селе Артищево-Каменка. Ныне село Полбино Майнского района Ульяновской области в семье крестьянина. Окончил начальную школу. Был рабочим на железной дороге. С 1927 года служил в Красной армии. Окончил Вольскую теоретическую школу летчиков, третью военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в Оренбурге. Был летчиком-инструктором третьей военной школы летчиков и летнабов, командиром эскадрильи 150-го бомбардировочного авиационного полка. Участвовал в боях на реке Халхингол. Совершил 19 боевых вылетов на фронтах Великой Отечественной войны с июля 41-го года. Командовал 150-м бомбардировочным авиаполком. К августу 42-го подполковник Иван Полбин совершил 107 боевых вылетов. С февраля 43-го командовал 301-й бомбардировочной авиационной дивизией. С марта 43-го первым бомбардировочным авиационным корпусом. Позднее 6-м гвардейским бомбардировочным авиакорпусом. К февралю 45-го года совершил 157 боевых вылетов. Успешно командовал частями корпуса. 11 февраля 1945-го погиб в воздушном бою под Бреслау. 6 апреля 45-го посмертно удостоен второй медали «Золотая звезда». Награжден орденами Ленина – дважды, Красного знамени – дважды, Богдана Хмельницкого первой степени, Суворова – второй степени, Отечественной войны первой степени, Красной звезды – медалями. Его имя присвоено Оренбургскому высшему авиационному училищу летчиков. Навечно зачислен в списке воинской части. Село Артищево-Каменка Ульяновской области, в котором он родился, переименовано в Полбино. Бронзовый бюст «Дважды героя» установлен в Ульяновске, на улице, названной его именем. Бурмистров Иван Николаевич родился 24 февраля 1920 года в селе Норовка Симбирского уезда, ныне Целинского района Ульяновской области, в семье крестьянина. Окончив шесть классов. В 1938 году вместе с семьей переехал в Ульяновск. Работал токарем на машиностроительном заводе имени Володарского. В Красной армии с 1940 года. Направлен для прохождения службы в Забайкалье. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. В одном из боев в Подмосковье во время авианалета получил контузию. Лечился в Ульяновском госпитале. Окончил курсы связистов и был направлен в 78-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Во время битвы на Курской дуге Иван Бурмистров получил ранение. Телефонист роты связи 225-го гвардейского стрелкового полка. Гвардии рядовой Иван Бурмистров при форсировании Днепра в районе села Домоткань Днепропетровской области в ночь на 25-е сентября 1943 года с группой связистов из 7 человек под огнем противника проложил кабельную линию связи на правый берег. Передавал данные для корректировки огня артиллерии. Иван Бурмистров вместе с другими связистами устранил 10 повреждений на линии, обеспечивая бесперебойную связь батальона с командиром полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года красноармейцу Бурмистрову Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда. В октябре 1943 года под Кировоградом Бурмистров попал в плен. В марте 1945 ему удалось бежать. Вместе с частями 19-й дивизии 7-й армии продолжал воевать на фронте. После войны вернулся в Ульяновск. Работал на почте, а затем токарем на Ульяновском автомобильном заводе. С 1972 по 1976 год был заместителем директора по хозяйственной части в областном архиве. После выхода на пенсию принимал активное участие в воспитании молодежи. Награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны первой степени, медалями. Начало мая нас порадует большим количеством праздников. Завтра праздник труда Первомай, в воскресенье большой православный праздник. Следом мы будем отмечать любимый День Великой Победы и объявленные президентом для смягчения ситуации с заражением ковидом майские каникулы до 11 мая. Мы будем отдыхать, гулять, радоваться. Майские праздники традиционное время для отдыха на природе, которое часто сопровождается приготовлением шашлыков. Мангал это хорошо, открытый костер опасен. Еще хуже, когда отдыхающие из азарства поджигают старую траву. Орнитолог Максим Кральков переживает. Из-за поджогов погибают насекомые и птицы. Человек действительно может представлять опасность, даже не подумавши о том, что он может сам по себе как-то навредить. В период майских праздников многие люди начинают выезжать на свои преусыбленные участки, в деревни. Некоторые люди соответственно уезжают на всякие пикники, шашлыки и прочее. И в этот период времени, конечно, самая большая опасность заключается в том, что происходит самопроизвольное или специальное сжигание сухой травы. Существует как бы такая традиция, выжигает сухую траву для того, чтобы там лучше, может быть, росла другая трава и прочее. И вот от этих поджогов, конечно, страдают очень здоровые птицы. Прежде всего, много страдает наземно гнездящихся видов, которые уже приступили к сезону размножения. Это, например, серые куропатки, какие-то виды куликов, которые прилетели. В значительной степени страдают околоводные водоплавающие птицы, потому что тоже есть такая вот традиция, надо все это сжигать околоводную растительность массовая. Это тростники, рогост. Вот буквально недавно у нас в очередной раз учился большой пожар в экологическом парке Черное озеро. Конечно, страдают очень здоровые птицы, особенно, например, водоплавающие околоводные, которые как раз в данный момент времени приступают к днездаванию. Это те же самые кряквы, какие-то виды пастушковых, например, лысухи, камышницы, погоныши. Наши с вами очень любимые многими лебеди тоже страдают от этих пожаров. То есть, если бы вот так вот не выжигать, не беспокоить, то лебеди, в принципе, достаточно толерантны к человеку. Они могут жить на тех или иных водоемах, являясь тем более украшением, их можно там фотографировать, наблюдать и прочее. Но когда выжигается вот эта вот прибрежная растительность, то на водоемах лебеди не гнездятся, потому что они свои гнезда устраивают в больших заломах тростника, рогоза, на андатровых там хатках и прочее. Когда это все сгорает, соответственно, лебеди покидают данные места. Много птиц, в том числе, страдает и мелких, например, варакушки, какие-то камыши, какие-то рисогузки, которые тоже сейчас прилетели, они тоже, соответственно, погибают, и их становится меньше, и они смогут меньше вывести птенцов, если выжигать вот такую вот сухую траву. На самом деле, сухую траву нужно жечь, конечно, осенью, то есть это где-то в октябре месяце, тогда, во-первых, более влажно, в октябре, ноябре в начале. Вот в это время, пожалуйста, можно как-то жить, и то это надо делать все, конечно, на разумных пределах, все это централизовано, как-то специализировано и прочее. Не так, как вот, соответственно, делается просто поджигая эту траву, когда сжигаются и леса, и поля, и какие-то околоводные участки. Но вот это самое главное, чтобы люди были осторожны. Конечно, осторожны, не только осторожны, но еще и самим не поджигать эту траву, как этого часто делают. У нас же как, вот бывает, вот, ой, участок сухой травы, давайте мы сейчас подожгем. И мало того, что сжигается трава, гибнут там все и насекомые, конечно, сокращаются их количество, они уже проснулись. Птицы же не просто прилетают, они прилетают тогда, когда уже у нас начинают летать насекомые. Насекомые погибают на этих участках, соответственно, птиц становится меньше, потому что им меньше приходится кормиться этим насекомым. Ну, и сгорают эти вот поля, а потом еще и сгорают у нас и леса, сгорают даже и населенные пункты от этих вот пожаров. Это кому-то захотелось просто поджечь вот эту вот сухую траву. Так что, пожалуйста, не жгите сухую траву и берегите птиц. Давайте дадим советы для тех, кто насладится прекрасной погодой, наступившей весной, наступившим маем. Мы так любим май. Мы всегда на май рассчитываем, что он будет теплым, и нам плюсом к лету будет лишний месяц. Люди захотят погулять, подышать свежим воздухом, покормить птиц. Куда вы посоветуете сходить? Где послушать птиц? В черте города Ульяновска, например? В черте города Ульяновска, наверное, это все крупнейшие парки и скверы, которые очень любимы горожанами. Вот там можно походить, послушать, покормить. Лучше всего, конечно, если для того, чтобы послушать птиц, нужно ходить в утренние часы или в вечерние часы. В это время активность птиц наибольшая, особенно в утренние какие-то вот такие вот периоды. Ну, из таких парков, это парк Победы, который очень любим нашими гражданами. Ульяновская роща, конечно же. В Заворском районе это парк Солеколетия, парк Прибрежный. А в Засуяшском, ну, вот тут, конечно, небольшие парки, но даже парк, например, такой, как Молодежный, парк Семья, Александровский сад, который тоже вроде бы маленький парк, который только-только начинает формироваться. Но на самом деле там множество птиц. И преимущество там, наверное, в том, что он находится немножко как бы на окраине города, и многие птицы, которые вот с окрестных каких-то там участков, то есть они залетают туда на территории, например, парка. В экологический парк Черное озеро, какие-то прибрежные территории вдоль Свеяги тоже можно, конечно, посещать для того, чтобы послушать, понаблюдать птиц, насладиться их пением, и хорошо, конечно, от этого отдохнуть и получить заряд на бодрости и энергии. Мы так привыкли, что орнитологи всегда просят население, когда наступает холода, зима приходит, что люди добрые, ходите, подкармливайте птичек, не дайте им пропасть. А вот сейчас обратиться с просьбой покормить птиц уместно? Ну, вроде бы все уже, снег растаял, весна, пусть сами ищут себе корм. Конечно, уместно. В какой-то определенной степени, конечно, сейчас птицы в большей степени уже кормятся сами, потому что сейчас появилось множество насекомых, и так или иначе птицы, конечно, переходят на них. Хотя где-то к концу мая начнется активный сезон размножения, и вот здесь тоже нужны определенные внимания, когда если вы будете подкармливать, то птицы тоже на это обращают внимание, конечно, на вашу подкормку, потому что это проще искать форм для некоторых видов, чем где-то там ловить тех или иных насекомых. Они также могут, соответственно, подкормиться в кормушках. Но вот сейчас все-таки период такой более благоприятный. Если, конечно, не наступить под холода, потому что все-таки весна, и это переменчивое время года, бывают заморозки, поэтому это бывает весьма актуально, тоже так подкормить. Я обратила внимание, что особенно около водоемов, где у нас Моришкин родник, и на Черном озере, там, где уточки плавают, вот приходят с детьми, и дети любят подкармливать этих уток. А чем кормить? Вот я слышала, что специалисты, например, не рекомендуют хлеб бросать птицам. Ну да, есть такое, потому что действительно хлеб может закисать, он не особо калорийный и прочего. Действительно, лучше даже, может быть, купить отрубья, отрубьями покормить, либо купить какие-то специализированные комбикорма. Но можно и пойти более простым путем, например, купить какие-то крупы, то же самое, например, перлоку, овсяную крупу или пшеничную какую-то крупу, запарить просто кипятком на какое-то там короткое время и взять вот и просто принести. Это будет намного полезней для птиц, чем вы просто будете кормить их хлебом. Кроме этого, сейчас все больше вот в городах и в Ульяновске в том числе, кроме кряков, появляются при подкормке такие птицы, как лысухи, такая красивая черная птица с белым лбом. Это относится она к отряду журавлеобразной семейства пастушковых, то есть ближайшие родственники журавлей, которые прекрасно плавают и также близко подплывают. Их также можно кормить, ну вот тем же самым кормом, по сути дела, о котором я и говорю. Максим, а в мае к нам прилетают какие-то птицы? В мае к нам птицы прилетают. У нас есть птицы, которые прилетают очень поздно, поскольку их места зимовок находятся достаточно далеко. Но прежде всего, это, конечно же, черные стрижи, которых мы скоро с вами ждем, они потом прилетят, будут везде летать. К стрижам лететь очень далеко бывает, то есть центральная и южная Африка, и вот в середине Африки и с юга Африки им нужно долететь для наших краев, представьте, как далеко нужно и, соответственно, перемещаться. Прилетают такие красивые птицы, как чечевицы, они очень везде там поют, потом будут петь по паркам, такие и скверам, и в садах, такие красные. Тамцы у них очень яркие, всегда обращают на себя внимание, поэтому так Вить увидел. Песни вот своеобразные, и чечевицы по большей части зимуют в территории Индии, центральных частей Азии, и вот оттуда, пока они долетят, это вот проходит очень много времени. То есть у них вот немножко с востока вот такие вот перелеты был, разные виды камышевок, прилетят вот скоро золотистые щурки, такие очень красивые птицы, которые живут в норах. То есть есть, конечно, ряд видов, которые тоже прилетают в мае, но многие птицы уже на данный момент приступили, соответственно, к размножению, не сдаванию, например, дрозды рябинники, которых сейчас очень много по разным паркам, скверам, во дворах. Некоторые хищные птицы приступили к сезону размножения, в частности, совы. И скоро, например, в мае у них появятся птенцы. Вот большая просьба, если вы нашли, например, совенка, пожалуйста, не берите его ни в коем случае. Но в лучшем случае можно, если он такой самостоятельный и прочее, там уже весь опушенный, его можно посадить на какое-то там дерево, веточку и так далее. Пожалуйста, не надо его забирать домой. У него кормятся, у его родителей, поэтому они очень рано убегают из гнезда. Если же вы нашли какое-то гнездо с совами на земле, потому что у нас на земле есть тоже виды гнездящихся сов, например, болотная, сова, филин, тоже, пожалуйста, ни в коем случае не брать. Они живут, соответственно, эти птицы на земле, и нужно оставить их в естественной природе и, соответственно, не беспокоить. Но мы вас просто так не отпустим, пока вы нам не почирикаете что-нибудь весеннее. Хорошо. Могу сказать, что таким вот видом, который прилетает, вот я уже обратил внимание, это является чечевицей, мне такой звук, вот она называется такой. Так, Вить увидел, вот это, наверное, самый такой запоминающийся на то, что нужно обращать внимание. И эту птицу, конечно, многие и слышали, и видели. Вот, если вы их увидите, то это вот как раз прилетает чечевица одним из самых последних птиц к нам, это где-то середина мая. Орнитолог Максим Корольков просит всех жителей Ульяновской области, которые во время майских каникул массово потянутся отдыхать на природу с шашлыками, быть внимательными и осторожными с огнем. А ведь птичку действительно жалко. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Яковлевна. Спасибо, что были с нами. Поздравляем с наступающим первомаем, праздником весны и труда и с православной Пасхой. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова